Ситуация сложная, но стабильная. В службе занятости сегодня подвели итоги 2015 года и обсудили, что ожидает рынок труда в следующем году. Специалисты отмечают, что экономический кризис, безусловно, не лучшим образом сказался на уровне безработицы. Но в целом ситуация стабильная. С начала года 13 тысяч человек в области предупредили о сокращении, но на данный момент работу потеряли 6 тысяч. В ведомстве отмечают, что в отличие от прошлого кризиса работодатели теперь настроены на сохранение персонала. Еще одна проблема в том, что спрос на рынке труда опередил предложение. То есть желающих трудоустроиться гораздо больше, чем вакантных мест. И наглядная картина минувших выходных. После того, как завод «Алмаз-Антей» объявил о наборе 54 сотрудников, на собеседование пришли 500 человек. Значит, коэффициент напряженности у нас – это нагрузка количество обратившихся на одну вакансию. Коэффициент напряженности у нас значительно увеличился. То есть, если он на начало года был порядка одной вакансии на одного человека, то сегодня у нас уже одна вакансия на одного и четыре десятых человека. Чтобы исправить ситуацию и не допустить массовых увольнений в области, действует несколько программ поддержки. Более 100 миллионов рублей направлено крупным предприятиям. Особое внимание к моногородам. Также при центрах занятости действуют курсы переподготовки и проводятся ярмарки вакансий. В новом году ситуация на рынке труда, по прогнозам специалистов, останется напряженной. Но массовых сокращений они не ожидают. В ведомстве отметили, востребованными все еще остаются рабочие специальности – врачи, инженеры и ветеринары.